и давайте вот так вот по компьютеру сначала мы его посмотрим что внутри потом уже будем решать ну что у нас здесь в принципе ничего так 4 гига я вижу стоит там оперативки жесткий диск стоит на и тишь тут увидит сколько он гигабайт короче нихрена не понятно сколько гигов но подозреваю что на 350 хорошо бы точно узнать короче здесь ни хрена не написано барракуда 720010 это и модель на в общем не написано блин вот написано 350 или 80 гигабайт стоит жесткий диск то есть очень мало у меня где-то здесь стоят жесткие диски и побольше поэтому можно будет поменять вот так вот ну это такой офисничек поэтому поэтому и жесткий диск такой но можно поменять в принципе опять же если кто-то из вас если кто-то из вас изъявит желание это этот компьютер за пересылку за стоимость пересылки заиметь я готов готов вам его послать вот предварительно поменяв жесткий диск на более более объемный так теперь как бы как она и закрывается это штука здесь при открытии открыт ну что я включил ребят нормально гудит работает никаких подозрительных сигналов не выдает что будешь открывается открываться не хочет открываться не хочет почему-то в общем ладно будем посмотреть пока я его уберу пока в сторону это уже такой у нас смотрите было найдено оборудование как я говорил да вот ну и все мне проверили сказать что все у него норма всех приборов включаем значит вот такой фоник 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 это у нас прибор для подключения других так сказать всяческих приборов то есть он обеспечивает вот видите как ну как его назвать обеспечивает питание для других приборов вот так вот сказать на сцене да то есть много можно подсоединить и кофе вся от него будут питаться вот лампочки здесь светятся причем я уже показан интересно здесь вот тоже когда откручиваешь вот так почему то здесь тоже лампочки да смотрите одна и вторая если так и включать они будут гореть а тут просто колпачки не просвечиваешься не знаю для чего это придумано вот но тем не менее это так ладно все это хорошо мы его выключаем вот здесь включать в общем выключаем его и у нас еще есть другие значит дальше у нас вот такой вот вот такой аппарат был на 1 это у нас как процессор идет что-то типа того да вот включаем его розетку же на включить тоже так розетка включается вот здесь программы короче тут можно все менять ну в общем тоже сказал что все с ним в порядке выключаем дальше 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 у нас вот такой еще кстати у меня до самого соседей в подвале стоит холодильник и вот он когда включается он так это гудит и иногда меня а значит путает иногда мне кажется что это что-то у меня из приборов гудеть начало вот видите значит включается и лампочки здесь загораться потом тухнут не знаю это наверное правильно так в общем вот такой вот а из x18 активы стерео сейчас уберем сейчас я покажу еще раз другой ну и вот он эквалайзер тоже подсоединяем его вот так он включаем ну вот так красиво он конечно так светится видите все у него эти вот лампочки перемешиваем все все ползунки горят красным Obs vide хорошо интересную вещичка тоже вот ну и тоже в порядке ультра гравпурл ультра ультрограф pro в общем все тоже выключаем его нафиг выбираем в сторону и сейчас смотрите вот такой у нас был найден усилок пионер состояние нормально нормально если включаем его кнопочку он of то он значит включается со звуком у него в принципе тоже все в порядке я вижу вот и хотелось бы мне его проверить чем мы сейчас и займемся и так ребят подключил я магнитофон к усилителю и подключил эту колоночку колоночка нерабочая то есть смотрите мне работает только высокочастотник низкочастотник у нее вышел из строя видимо если я же на этот же выход сейчас подсоединяю другую колонку сейчас я вам покажу как это будет выглядеть ну вот ребят что и следовало доказать поменял предохранители два причем не знаю какой из них плохой я их оба поменял все заработала смотрите здесь засветилась лампочка и радио на данный момент работает вот ну и все в принципе вот он вот вам и все сейчас я попробую единственно еще второй канал проверить работает ли он и на этом проверка будет закончена до второй канал работает ну и смотрите вот он еще дал внутри довольно таки неплохо выглядит не засран не забит не за мусолен не закурен что самое главное так что вот такая сегодня проверочка было надеюсь вам понравилось надеюсь ставьте лайки подписывайтесь будем находить проверять разыгрывать и отправлять всем вам удачи и до следующего видео ну вот ребят подсоединяем сейчас другие колонки мои которые у меня висят уже давно да вот ну и в принципе вот так вот звук идет нормальный все то есть усилитель рабочий вполне вполне вот и осталось нам еще одна вещь проверить сейчас я уберу здесь за столом и мы посмотрим на нее а вот эта колонка нуждается в ремонте вот скорее всего скорее всего я ее просто выкину потому что но она не стоит того чтобы с ней заморачиваться заморачиваться и ремонтировать ее как у нас тут она переключается если бы их было две и одна из них поломана можно было бы еще заморочиться а так ну не стоит она того чтобы с ней короче париться поэтому скорее всего я ее туда же откуда взял ну вот сейчас я здесь немножко наведу порядок и мы посмотрим еще один прибор ребят смотрите короче этот тейк полностью рабочий отличная вещь играет замечательно причем крутит ну как-то предназначен он для DVD дисков и есть выход для телевизора hdma вот здесь вот то есть нормальные выходы и hdma тоже есть то есть подсоединяйте к телевизору смотрите через него диски кино с нормальным звуком вот в общем зачетик и сейчас еще одна есть вещица вот она стоит мы еще с этими же колонками оттеки проверим ребят привет всем ну что вот стоит на проверку такой аппарат такой такой но мы уже проверяли но вот сейчас самое главное проверяем колонки найдены на шпенблю это у нас чистый такой винтаж называется фирма карнеги или карнеги но не знаю как правильно прочитать вот смотрите сохран у них такой вот вообще ну сильный короче любители винтажа такие колонки забирают без проблем поэтому я думаю что за них денежку я получу так ну много нет но тридцатку хорошую получу точно вот ну учитывая что это находка то это зачетно вот ну и сейчас включу значит музыку и послушаем играют я сразу скажу хочу сказать играют они очень даже мягонько хорошо так прилично и приятно вот слушайте сами может быть вам через компьютер не особо будет доходчиво слышно вся эта приятность и мягкость но тем не менее включаю послушайте вот так вот вот такие колонки были найдены на шпенблю шпенблю пришлось мне тут сфиксить им эти провода но это так временно просто сделал вот называется карнеги 40 45 ватт 30 ватт 4 ома 18 херц 18000 ну и так далее хай файлов шпенблю и так далее в общем вот такие вот вот такой у нас сегодня коротенький обзор именно этих боксов шпенблю шпенблю и так далее в общем вот так вот эта паломка